Приветствую любителей пострадать в космосе в эфире инженерный подход канал FIGAX. Продолжаем рубиться в Xeon, вы смотрите как медленно и верно строятся наши аккумуляторы. И вспоминаем на чем мы остановились в прошлой серии. А в прошлой серии мы остановились на том, что у нас закончилась сталь и в связи с этим резко начала падать прочность корпуса нашей станции. Ну вот они поехали, тачечки со сталью, с ресурсом, да, у меня переплавка идет полным ходом. У меня теперь стали литейку выключать никак нельзя. Благо у стали литейки приход гораздо выше, чем расход ресурсов, поэтому все в порядке, переживем как-нибудь. На сегодняшний видос планов много, пока я их особо даже не сформулировал, если честно. Но, конечно, хочется продвинуться дальше по сюжету, это будет приоритетом основным. И по исследованиям, разумеется, тоже надо идти вперед. Ну а вы, в свою очередь, устраивайтесь поудобнее, прожимайте царский лайк, космический, прям вот такой вот со всей силы, да. Печеньки, кофеечек, чаечек, то, что любят, как всегда, на сухую это дело смотреть нельзя. И пристегивайтесь, конечно, не забывайте. Всем приятного просмотра. Так, так, вот она, стали литейка. Периодически забивается мусором, но я пока не хочу ничего с этим мусором делать. Пускай она там пару циклов постоит, помолчит. Зато мне не надо будет ломать голову над тем, как мне и куда этот мусор девать. Так, прочность корпуса, видите, минус 28 в цикл. Уже осталось его всего лишь пять сотен. Но мы его, видите, мы его достаточно быстро починим до приемлемых показателей. Вот это вот неплохая такая идея, которая балансирует немножечко расход прочности и всего остального. Корабль надежда все собрал. Молодец, корабль надежда. Давайте-ка насчет корабля надежды еще кое-что уточним. Сколько у меня свободно? 23 не работает, 190 рабочих мест, 206 рабочих у меня всего. То есть, если я сейчас нажму на лабу, в лабе 30 тел. Ничего не поменялось. А вот 220, а у меня 206. Ну, как бы, да, легко понять. Стоп, население 236, вместимость 240. То есть, если я хоть еще... А, ну они по одному размораживают. Блин. Мне не хватит людей, чтобы активировать лабу. А лабу надо активировать, чтобы продвинуться дальше по сюжету. Плюс, к тому же у нас по пище уже 87% потребуется. Нужно, чтобы было больше сотни. Поэтому мне вот эту хрень тоже включить надо будет. Она 8 человек требует. Ее я включу. Мне ни в коем случае нельзя выключать литейку. 15 человек в криоцентре есть, конечно. И есть еще по 5 человек на каждом складе. А складов у меня 1, 2, 3, 4, 9... Ой, какой 9... 7, 9, 10, 11, 12... 13... Короче, дофигища народу у меня задействовано. Вот во всяких вот пищевой промышленности и просто в складах сидят. При этом я бы не сказал, что склады у меня как-то сильно чем-то заполнены. Например, вот этот и этот вырубаем. Мне сейчас временно не нужны. Еду вырубать не буду. В цеху 4. Но цеховые мне нужны. Вот этого дальнего цехового я выключу временно. Здесь 9 человек в зондах сидят. Зонды тоже отрубить можно. Все это направлено на то, чтобы... Как можно... Сильнее все это дело... Отбалансить по рабочим местам. Что получилось? 190 ровно вышло. Как было, так и осталось. То есть я могу продолжить размораживать людей. 205. Снимаем с паузы. Блин, я вот сюда не посмотрел, да. Что-то придется вырубить. Ну давайте вот это вырубим еще. Все равно сверхурочное. Что вы врете? 206. Хм... А так? О, все. Да, проще вот сюда смотреть, но нужно понимать, сколько точно нужно человек, чтобы это все получилось. Давайте починим тут поскорее. Ай, блин, что же вы так, ребят? Что у нас больных? А, ну здесь места в больничке. Скоро выпишут ребят. Возможно, рабочих станет больше. Главное... Не разбудить лишних людей. 237, 238. Вы чуть больно быстро их будете. Слушайте, а это не те, которые... Нет, они скорее всего тоже учтены. Те, которые в больничке сидят. Вот сейчас вот это разморозят и выключаем. Вперед, центр. Все. 239, 240 коек. Потом я, скорее всего, в этом видео, либо в начале следующего, открою второй сектор. Ну, либо шестой, но, скорее всего, второй. Туда все равно нужно будет 40 человек. Вот тут прям все написано. И там уже будет проще. Я туда часть народа переселю. Часть каких-то зданий туда перенесу. Срочно же нужно будет там поставить тут же. Шлюз ВКД. Потому что минус 8 нам сразу будет у нас. Минус 8 по прочности просадка пойдет. И нужен будет обязательно второй шлюз ВКД. Ты что привез? Первым. Зачем ты в первом привозишь, а? Центр альтернативной жизни изучен. А давайте вы изучите вот это. А? Как вам идея, ребят? А, аккумуляторы заряжаются. Все нормально. Так. Надежда. Куда тебя отправить? Вот в этот вот угол системы тоже хочется слетать, зонды попускать туда. Но есть проблемка, конечно, определенная, что туда слишком далеко летать, если что, к грузовому. Даже сюда далеко летать, к грузовому, на самом деле. Сюда далеко, к Нептуну и Сатурну. Здесь... Так, а я всех нашел. Нептун, Сатурн, Уран, Юпитер. Есть. Плутон походу кончился. Он и планетой больше не считается, да? Интересно, а да, что за орбиты? Всяких комет и прочей дичи. Что вот это вот такое? Интересно, интересно. Здесь по-любому какие-то ресурсы, обломки я еще здесь, помню, зондами нащупывал вот здесь вот в этом поясе, но это очень далеко. Мне надо будет тогда Тикун перетянуть куда-то к Сатурну, разлутать Нептун и, собственно, Сатурн. Марс мы уже разлутали. И где-то вот здесь посмотреть, что к чему. Тоже что-то подсобрать. Вот ресурс вот здесь взять, с ней земную надежду разлутать. Полностью стаскать надо. Поле обломков тут еще 160 капсул. Это офигеть, как много. Мне их складывать будет пока некуда. 55 кремния обязательно, но это очень мало электроники, но ее, если честно, и требуется тоже немного. Так, всем задачи раздал. Работаем. Работаем. 25 у меня не работающих. То есть я могу вот это включить, да? Могу включить, наверное, вот это, чтобы начали возить. Ну и пока все. Пока все, так и будем проживать. Ничего не поделать. И давайте глянем, что нам тут. Стабильность какая-то появилась. Центр альтернативной жизни плюс один к стабильности в секторе. 5 на 6 размером. Все какое-то у вас неудобное по размеру, хотя вот сюда она бы влезла, да. Или... Нет, сюда бы она не влезла, вот сюда прям идеально напрашивается, но уже не надо. У нас и так со стабильностью все в порядке. Я даже не знаю, в каком секторе и зачем ее ставить, потому что у нас штрафов-то нет. прочность выше 25% это по-любому. Нам надо держать ее так. Жилищные условия у нас в порядке. То есть, если кто-то бездомный, насколько я помню, они помереть могут, если они будут бездомные. Ну-ка. Сейчас быстренько проверим. Голод, бездомность. Нестабильность просто появляется. Причем, я так понял, чем больше народу без жилья, тем сильнее нестабильность. Все, ждем исследования черного ящика и продвигаемся по сюжету. Больше нам заняться пока нечем. Сейчас у меня достроятся аккумуляторы и перестанет расходоваться сталь на всякую разную дичь. Специалистам Тикона удалось извлечь из черного ящика полезную информацию. Получены сведения о научном объекте Долос, скрытом в атмосфере Юпитера. Его официальное название Гефест. А, что-то там было про Гефест, да. Здесь разрабатывали двигатель Вохли нового типа и строили космическую станцию класса Тора. Не путать с Тором. Громовержцем. По данным Толоса он называется Протагор. Это очередная итерация Тикуна, которую отправили на поиски экзопланеты Рэм, нового дома для последних выживших с Земли. Хотя внеземная надежда сильно повреждена, до станции успел дойти сигнал бедствия Спортагора. В нем были зашифрованы координаты Вохли прыжка, по которым можно было определить последнее известное местоположение корабля. Ууу, блин, принято. Изучайте памятники и мы тогда должны выйти на второй уровень технологий, что позволит нам немножечко поапгрейдить всякое разное. Например, ферму сделать на 10% эффективнее. Ну, либо у нас откроется здесь что-то интересное для еды. Это мы узнаем попозже. Так, ну, хорошо у нас дела идут пока что. А вот он Юпитер, сюда надо корабель научный будет отправить. Приоритет. Простите, но мне надо вот это и вот это стаскать. Вот это тоже приоритет высокий. ну, это можно занизить. Сталь, полимеры, еда. В таком порядке. Добывать 103 железа. Ну, добывай. Добыть-то его всегда можно. Не факт, что мы его стаскивать будем туда. Ну, просто я не думаю, что 652, 755 единиц железа мне нужно. На самом деле. Ух, ты чё это? Наши приборы засекли аномальные термические явления на поверхности урана. На таком расстоянии мы не можем определить характер источника. Диспетчер, приём, мы нашли дерево. Непонятно, как оно выжило в этой среде. Такого мне видеть ещё не доводилось. Это просто невероятно. Хотя дерево, кажется, довольно быстро сбрасывает листья, они почти мгновенно восстанавливаются, кристаллизуясь на ветвях. Корневая структура, кажется, уходит глубоко в землю. Надеюсь, вы получите изображение. Всё это похоже на сон. Кристаллическое дерево. Ну, блин. Офигеть. Повалить дерево протокол Наоми. Идите в баню, я не буду его валить. Экологический анализ. Хватит уже мне этих человечачьих ваших привычек всё сразу ломать. Будем по-другому жить. Зонды, зонды, зонды. Давайте зонды запустим куда-нибудь. лёд. мне ещё надо будет добыть. Водород здесь есть, но это потом когда-нибудь попозже, когда я второй сектор открою, я, может быть, в нём размещу склады с чем-нибудь. Кстати, тут в поясе ничего нет, есть вот, как подсказывал мне Вахтанг, здесь есть точки интереса, я, походу, где-то её одну нет. Действительно, вот именно вот здесь, возле Юпитера есть точка интереса, не открытая. Ну, музычка, слышите, какая пошла? Что-то органное. Ну да, вот она наука, вот они криокапсулы, а это действительно точка интереса, можно было просто навестись и понять таким образом. Ну, что поделать, иногда да, я не вижу очевидные вещи. Ускоряемся, что ещё делать. Зондирование пояса стероидов и там какое-то событие. когда было проанализировано несколько образцов дерева, как же они их собрали вообще? Было выяснено, что оно почти полностью съедобно. Нифига себе, его корни, листья и плоды можно употреблять в пищу. Образцы РНК указывают на то, что дерево появилось на свет в результате масштабных биоинженерных экспериментов. Неизвестно, как оно здесь проросло и кто смог его посадить. Да, прикиньте, сразу бы повалил сходу. Просто так, не разбирайте. Собирайте. Еда нам понадобится. Тем более у нас она еле-еле в притирочку прямо кое-как. Так, переплавка идет. Остался один аккумулятор. Корабель у меня везет 30 железа. Прочность корпуса капец как падает. Я бы вот на месте разрабов вот эти цифры сделал чуть более контрастными. Плоховато видно. Ну, давайте ждать. Доступны события. Целостность корпуса ниже 75%. Да, она уже давно ниже 75%. Полученный урон превышает допустимый уровень, определенный в теории конструкции Нихея. Было бы разумно начать ремонт, чтобы не провалить миссию. Да, за 30 циклов. Да, давай, давай. Сделаем. Не вопрос. Починим. А я могу как-то еще ускорить этот процесс? Наверное, больше нет. Ну, ладно, что ж. Нет, так нет. Представляете, какая тут будет колбаса из солнечных панелей впоследствии. 158 цикл тем временем. Давайте уже доисследуйте что-нибудь. мне не терпится узнать, что на втором уровне технологии находится. 25 рабочих свободно, больных не осталось. Команда корабля Надежда подготовила ресурсы к транспортировке. 25 жратвы. Прекрасно. Я не буду валить дерево, идите нафиг. Вот принципиального трогать не стану. Пускай живет. Хоть какая-то жизнь останется в этой вселенной. Так, до 675 надо восстановить. Сильно, сильно. Так, к Юпитеру или к астероидам? Давайте к астероидам метнемся сначала. Так, у меня там зонтик еще один подоспел. так получается здесь ничего нет что ли вот в этой вот внешнем кольце, да? Да, блин. Куда? Ой, я не хотел его посылать туда. Я хотел закрыть уведомления. Ну, серьезно. Пускай летит. Найдет там примерно ничего. полимеров у меня полно. кстати, нужен второй научный корабль и второй грузовой корабль. Для этого мне нужен естественно второй шлюз, который тоже будет внезапно во втором секторе жить. Все, у нас сплавы пошли в плюс. Можно, наверное, вот это включить. Зря я здесь полимерный завод поставил, наверное. Но я планирую пожалуй пищевую промышленность перенести в тот сектор, во второй. Может быть туда скинуть раз вы говорите про специализацию. Специализация пищи. Вот пищу туда и напихать. Хотя у нас пока что нет. Управление ресурсами потом появится, а система прослушивания у нас нет. Да, зонт летит в никуда. Нормально. Все, выкопали. Долос Enemy of Mankind. Да кто ж это все пишет-то снаружи, но... Мы перехватили сигнал, который передается на частоте Долос. Его сигнатура говорит о наличии промышленного предприятия по добыче полезных ископаемых под названием установка Стэнфорда. Мы полагаем, что на установке Стэнфорда мы найдем много материалов, полезных для станции Тикун и ее экипажа, но чтобы достать их потребуется разобрать элементы конструкции. Мы нашли центр управления, но он за закрытым шлюзом, на который по трафарету нанесена эмблема ООН. Под ней оставлено сообщение на каком-то неизвестном языке. Мы понятия не имеем, что в нем, но здесь еще нарисован знак спирали. Блин. Разобрать, пробить. Давайте мы сначала пробьем вход, других вариантов нет. Водород, леды, кремний. Да, здесь нихрена нет. Здесь чуть-чуть водорода, чуть-чуть леда. Ну все, получается точек интереса, я больше здесь нигде не наблюдаю вроде бы. Углерод есть. Кремний тут есть поблизости. Прямо вообще близко кремний, смотри-ка, че. Вот углерод есть. Здесь где-то лед был очень много. Ну и так по мелочи. Давайте наверное кинем сюда в кремний. Здорово, здорово. Так, стопе. Стопе. Во-первых, у нас подъехали памятник воли генов, плюс один к стабильности, изучайте улучшения в дереве технологии, чтобы повысить этот бонус в секторах с особой специализацией. 7 на 7 размер, все памятники 7 на 7 размером, это очень неудобный размер, максимально неудобный. Плюс один к стабильности, изучайте улучшения в дереве, ну и повысено то же самое. Памятник луноклизму. Нашли чему памятник ставить. Совет у Мордука. Памятник, короче, долл. В общем, из всех этих трех памятников только один мне более-менее нравится, а остальные, ну, такое себе. Во-первых, во-вторых, что нам тут доступно? Пища. О, вода. Лед растапливается, получается вода. Поначалу одна единица льда дает 10 единиц воды. Запас воды показан на виде сектора, как резервуар. Блин, не все посмотрел. неисправности из-за неудовлетворительности. Да, в смысле? Они у меня нормальные были условия, а все равно происходили. Пожарная станция. Отходы образуются в производственных зданиях. В производственных зданиях. Утилизация. Вот, перерабатывать на заводе можно их и в других сооружениях по переработке. Можно получить очищенный ресурс. Пашня. 4х4 прилегать должна к ферме и не накладываться на другие объекты. Сбор урожая происходит автоматически, если амбар на ферме переполнен, урожай с пашней не будет собран. Можно изучить новые исследования. Да, я знаю, спасибо, я в курсе этого. Пчерпный центр колонии готовит будущих колонистов. Члены экипажа обучаются в группах по 15 человек раз в 5 циклов и потребляют одну единицу электроники. То есть, можно будет потом еще и колонии где-то устанавливать ледоплавильная станция. У нас, кстати, науки-то и не осталось, чтобы что-то заапгрейдить, но, надеюсь, мы где-нибудь что-нибудь найдем. Нам нужен будет мусороперерабатывающий завод, пожарная станция, да, тоже не помешает, я чувствую. Гребная стена. Каждый цикл из двух единиц отходов появляется одна единица пищи в виде особых грибов. Хорошо. Зерновая ферма. До девяти пашин, урожай с которых будет собираться автоматически. Пашни потребляют большое количество воды и производят много пищи. Вот это прям надо. Сотовый жилой комплекс, 125 граждан, а размер его увидеть бы где-нибудь здесь сразу, чтобы можно было планировать. Центр прослушивания. Здесь можно вводить указы в качестве временного решения проблем и отслеживать специализации секторов. Плюс 2 к стабильности, если стабильность ниже нуля. Центр законодательного закрепления. То есть, делаем заведомо нестабильный сектор, ставим этот центр и кайфуем. Что по улучшениям? У меня все равно науки нет, но надо глянуть. А, понятно. Во, обновление Стэнфорда можно. Максимальная мощность, максимальная скорость повышается на 30%. Грузовой корабль можно улучшить, тоже скорость увеличить. Здесь можно... А, подождите. Лучше переносит погодные условия. Но у нас пока таких проблем нет. Добывают быстрее. Лучше переносят самосваривание какой-то там, оптимизация к двигателям. Двигаются быстрее научные. Открывают уникальные взаимодействия в некоторых событиях. Если во время экспедиции научный корабль будет уничтожен, экипаж спасется. Если весь экипаж потерян, научный корабль вернется автоматически. Позволяет исследовать газовые гиганты. Классно. Научный корабль надо апгрейдить. Че-то прям везде у них Ценфор. Цеха теперь ремонтирует сооружение автоматически. Это сомнительное улучшение. На складах помещается на 10% больше ресурсов. На 10 вместо сотни будет 110. Маловато. Ферма. Ускоренный рост. Возможно. обслуживать на 20% больше граждан тоже может быть. Хотя, как видите, у меня 240 тел и 1 столовая вполне справляется. Но тут написано, что до 500 1 столовка срабатывает. Можно не париться. Вмещает до 40. Опа! Условия жизни средние вместо 15 и 40 граждан. Вот это мастхэв. Это офигенные вообще. Еще 5 коек добавляет. Офигеннейшее улучшение. Аккумуляторы. Емкость увеличена. Загрузка. Рекуперация тепла. Стоимость энергии уменьшена на 2. Возможно. Возможно. Солнечные панели можно. Терморегуляции вырабатывают больше энергии. Меньше полимеров это для строительства наверное. Тоже не помешает. Ворота. Реконструкция объектов. Лаба. Больше науки. Каждые 5 циклов вырабатывается если назначена вторая команда. Исследованием быстрее на 20%. Зонды строительства быстрее. Зонды сами по себе быстрее. Кожаный интерфейс. Строительство быстрее. Ремонт быстрее. Вот. Тоже надо будет апгрейдить. Стыковочный строительство быстрее. Но это фигня. Криоцентр, памятники здесь улучшать вообще нечего пока что. Контролируемый тепловой удар быстрее производства, быстрее производства. Пофиг на это. Да. Зерновая ферма мне нужна будет в новом секторе. Давайте наверное готовить ресурс для его открытия. У меня он по сути есть. Конечно мы это все не потянем прямо сейчас, но что-то у у нас имеется некий запас, что-то сможем сделать с этим. Я чувствую. Давайте ускоримся. И да, наука, наука, наука. Пока выключу. Науку пока что стоит выключить. у нас все, пожалуй, больше ничего выключать не надо. У меня мой грузовой корабль еле успевает все это стаскивать туда-сюда, к сожалению. 59 кремния нормально. Можно еще на углерод отправить и все. Рядом где-то был. Вообще недалеко. Нормально. Давайте ребят быстрее. как же долго он летит на уран. В центре управления было обнаружено несколько тел бывших сотрудников Доллас. Изучив опознавательные ярлыки Хобби Рома А, это имя. утверждает, что среди трупов мог быть родственник. Член экипажа просит вернуть тела на борт Тикуна, изучить ведомость работников центра и узнать, есть ли какие-либо связи между погибшим и членами нынешнего экипажа Тикуна. По предварительным результатам психоаналитического профилирования демонстрирует поведение, характерное для синдрома мертвой земли. Пусть мертвые почтить память не тронет мертвых, переместит тела на борт Тикуна, а ведомость работников будет давайте, давайте. Вот, кстати, в прошлой что-ли серии было событие. Которая предлагала криокапсул побольше открыть, чтобы узнать, есть ли среди них родственники, да? А ничего, что можно как-то скорее всего, прям вот с вероятностью до 90% узнать, кто в капсуле лежит, считав какие-то данные этой капсулы, Так это не работает, что ли? Я не понял. Видимо, не работает. Но очень печально, что оно так не работает, хотя должно очень сильно. Вот это бред полный, открывать капсулу и спрашивать у чувака ты кто? Вам не кажется, что это странно? Так, перематываем. Нам внезапно сейчас заняться нечем. Сколько он туда летит? А вот написано доберется через цикл. ладно, не так уж и долго. А уровень, кстати, нормально он так вкачался. Удивительно, но здесь есть прокачка кораблей. Да. Они летают, набирают опыт. Ну, не корабли, а экипаж, конечно. Даже интересно, что они там такого могут себе раскачать. Между членами экипажа корабля надежды завязался спор по поводу транспортировки и обнарудования информации изведом. Произошла ожесточенная стычка, в результате которой люди погибли, а контрольный центр был разрушен. Живых остается только хобби вот этого Романа Ларахона. Ох ты, блин. Короче, вот это вот хобби настолько прониклась, блин, я должен был догадаться, там же синдром вот этой земли и все такое. Надо было догадаться, что это хобби сорвется и всех перебьет нафиг. Офигеть триллер. Репатриация вернется, отправится за борт. А кто ее за борт отправит? Она одна осталась. Научный корабль будет потерян. не, ну я как бы сам виноват. Мятежники должны быть наказаны, либо тяжелый выбор, очень тяжелый выбор. А я могу подумать? Могу. Главный вопрос, сколько стоит постройка нового корабля? По-моему тридцатка что ли? То ли тридцатка, то ли двадцатка полимеров. У меня их есть. Плюс сколько-то людей из населения, из экипажа будет заминусовано. У меня 169 рабочих мест, так что народа свободного полно. просто если эту хобби возвращать на станцию, она же опять накосячит с этим ее синдромом. На складах нет железа. Ну что началось то? Ну этот дядя еду везет. А, ну понятно. Можно сделать вот так. Пусть таскает железо. Блин, он замучится таскать. Пока не надо. Приоритете еда. Полимер он отвезет. Ну да, и потом вот это дело. Пумпурум, пумпурум, нужен второй грузовой. Вот я что думаю. мне прям сейчас на Юпитер рвать научным кораблем смысла нет. могу хобби как бы экскомуникадо сделать, да? Потом построить постепенно второй, открыть второй сектор, построить там новый корабль научный и его уже отправить по делу. Я пожалуй так сделаю. 30 науки надежда потеряна. Все нормально. И что-то ребята заныли. Весть о том, что корабль надежды потерян разлетелась по всей станции. В наших командах не просто высококвалифицированные специалисты, они самые подготовленные. Для детей-куна они наставники и образцы для подражания. Исследователи, чья храбрость превосходит страх. Потери целой команды пошатнуло психологическое равновесие людей. Нейтральное. Да что ты будешь делать? 20 короче у нас на любой корабль 20 полимеров уходит. ешки матрешки минус стабильность че памятник вам воткнуть он не требует людей он только огромный по размеру по своему не вписывается буквально никуда хаты можно будет улучшить кстати сделать вместительные следовательно у нас больше народа здесь будет фигня сколько человек 6 4 там двое еще недолеченные фигня все памятник воли генов воля генов генов воля как все сложно ладно втыкаем короче пока что памятник как-нибудь сколько здесь остается 8 9 оставлю рискнул этой стороны 3 можно будет попробовать с этой задней стороны что-нибудь приделать либо этот склад с кремнием отсюда убрать нафиг сюда его перевести и здесь памятник в откруте ничего не меняет ой куда это сюда это ничего не меняет 89 60 и два электроники электронику мне брать негде но и стабильность мне нужна сам накосячил сам разгребай чёж теперь так у нас готов на гальфар второй корабль таскай вот это и вот это вот так сделаем немножечко мы и вот это пусть таскает кремний будет забирать с зоти тогда он может забить на вот это дело это это всегда в приоритете еда тоже в приоритете это можно на низкий поставить все в порядке очереди то есть он таскает еду сталь а потом все в обычном режиме на гальфар будет таскать все остальное вот он прет криокапсулы пускай прет электроники у нас нет есть кремний причем кремний даже в плюсе почему-то внезапно аккумуляторов на 3,7 цикла хватит но кстати этого достаточно много мы можем успеть куда-нибудь перелететь передвинуть свою станцию но сначала нужно починить до конца корпус и набрать накопить ресурсов чтобы у нас наконец-то заработало ну чтобы мы могли открыть сектор собственно так это они стаскают цех строительный возможно стоит один вообще разобрать здесь ну пока не пока не буду это делать что там по рабочим 25 давайте отключим склады какие есть 234 население пятерых мы потеряли можно попробовать разморозить пару тройку ну и ждем да интересно что было бы если бы я эту тетеньку вернул на станцию она бы тут внесла дизмораль со своей тоскующей землей нашла бы каких-нибудь единомышленников и так далее плюс один секторе есть все снова счастливы поставили им памятник с деревом и народ сразу расцвел прикольно что там 238 наверное хватит вот это размораживайте и стопы причем да я же открою второй сектор и здесь сразу можно будет именно сюда направлять максимальная численность например 239 поставить и все они будут прям следить чтобы здесь было ровно столько на один меньше максимума чисто на всякий случай мало ли че ремонт у нас идет кстати достаточно ощутимо 617 из 675 еще немножечко еще чуть-чуть и все будет хорошо железо надо наплавить как вариант я могу шахтерский корабль разобрать давайте его отправим лед поковырять я не могу делать пищу безо льда у меня где-то был здесь большой прям большой большой ледяной какой-то тут был вот вот он астероид или что это не знаю уже выясним пусть он наковыряет по возможности так 114 кремния полимеры таскаю ты таскаешь железо капсулы а блин можно же вот так посмотреть местоположение планетная система собирает ресурс пусть занимаются да жалко надежду ничего не поделаешь с этим никуда деваться ну и чё там 286 льда если говорите что с единицы льда сколько-то там воды то это офигенно при этом мне нужен будет склад склады не имеют никакой специализации то есть это просто технологические какие-то постройки и мне нужна просто чертова уйма складов немерено мне нужно складов я не знаю куда мне эти склады впихивать тут 4 на 3 сюда один влезет сюда один влезет у меня буквально два склада я могу сейчас построить понятно что памятник можно сдвинуть понятно что этих насекомых надо на что-то заменять один цех строителей можно заменить склады сами по себе можно перепрофилировать на что-нибудь но пока ситуация вот такая так заполненный заполненный на сотку склад с капсулами мы пожалуй дезактивируем далее точнее деактивируем да конечно же дезактивация это слегка другая процедура водород водород где-то был водород мне сейчас вообще нафиг не нужен углерода полно леда 200 с лишним тоже хватает все ничего не больше не буду я сканировать нафиг все надо копить 80 железа единицы электроники у меня есть 16 и 40 человек 16 еды и 40 человек еды хватает все ждем ждем когда накопится совсем немножко осталось у нас до восстановления нормальной прочности мы хотя бы события завершим надеюсь у нас будут потом постоянные плюсы на стабильность потому что как-то это все неправильно я считаю ну и надо понимать что в том секторе скорее всего тоже будут всякие старые развалины временные сооружения и куча мусора которые мы быстренько разберем и получим с них тоже какой-то профит то есть мы например те же 80 стали себе обратно отобьем но прежде чем мы это сделаем нужно нужно будет там на месте понастроить кучу домов и всего остального да прочность восстановлена осталось накопить материал 5 и 2 за 5 циклов станции 5 а ну вот сектор 5 за 5 циклов 4 почему каждые 5 циклов учитываются я понимаю что вот эта хрень в цикл дает пятнашку за 5 циклов это получается 75 этот тратит соответственно ну плюс-минус 10 во производство растет на самом-то деле просто она временно бывает да мусором забивается и так далее поэтому я понимаю как это все работает лед добывается его потом еще таскать надо будет криокапсулу натаскали сколько могли я три сотни наверное соберу и хватит 500 не обязательно я так понимаю именно здесь хотя кто знает когда еще эти криокапсулы пригодятся надо будет обязательно набить полный склад ну максимально полный склад кремния максимально полный склад углерода 200 полимеров и плюс еще сотня углерода это все нормально это мне хватит на долгое время кремния надо очень много и сколько это получается найдите и доставьте но у меня сейчас часть капсул на разморозку пойдет сразу во второй сектор а там видно будет 101 ну че как говорится помолясь и в бой давайте попробуем открыть прочность корпуса у нас достаточная нам по-любому надо это все застраивать стыковочный отсек 60 вкд 90 офигеть у меня там сейчас полетит все к чертям собачьим 239 человек ладно открываем сектор без него никак поехали доступ в сектор да все пошла жара причем я так понял вот они по одной дороге идут и этого достаточно да вот она пошла доставка люди идут какие слушай как бы у меня сейчас не вылезли неоптимальные условия какие-нибудь сверхурочные и все такое но вроде ровно все минусанулось население смотрите что при этом если я это запущу у меня сразу проблемы начнутся блин они у меня уже начались отдыхайте сколько 167 165 за склад можно вырубить уф разобрались сейчас таскают сталь сооружение неисправно сколько человек трое это вот те четверо и вот они свежие трое достаточно быстро лечится все равно так что справляется госпиталь нормально все три три сотни капсул на борту всего 379 доставлено сейчас мы будем их очень много и активно пробуждать но есть проблема мне нужно где-то 15 рабочих найти где взять 15 работник шлюз вкд и стали литейку я вырубать не планирую ни в коем случае следовательно не все-таки достаточно медленно ездит вот это логистическое транспорт соответственно склады надо располагать где-то как-то по-нормальному и сами склады кроме выбора непосредственно продукта больше настроить никак нельзя 15 человек это 3 склада то есть а и этот и один склад с креокапсулами мне надо будет включить хотя я так понял не да да они же писали что типа не могут со шлюза напрямую брать из стыковочного отсека соответственно мне нужно будет как-то это все дело красиво организовать полимеры можно будет выключить кремний ну да можно будет это все наладить давайте сделаем раз два три это включить это включить и вот это выключить и еще один выключить все 239 там написано посмотрим упрется не упрется рабочие неработающие рабочие а как еще то есть можно неработающих куда-то отправлять по-моему это последний управление населением вы найдете основную статистику населения сможете переселить экипаж из одного сектора в другой люди переезжают со скоростью один сектор в цикл ну то есть с этого конца на противоположность чтобы переселить нужно раз два три цикла а что по ресурсам не густо не густо пять электроники это прям халява это большое спасибо в плюсе останусь а по стали нет полимеров да и фиг с ними стали здесь ну прям вот совсем плохо еле-еле хватит на базовую инфраструктуру управление перемещением ресурсов по Стэнфорду все у вас по Стэнфорду делается перемещение перегруз недогруз если склады в данном секторе переполняются лишние ресурсы можно будет отправлять если склады в одном секторе не заполнены можно доставлять ничего не понял но очень интересно это перегруз здесь у нас нет ни хрена экспорт в сектор какой то есть здесь мы выбираем куда экспортировать какой ресурс галочкой мы включаем это что вывозить со складов половину хранящихся ресурсов меняется динамически минимум максимум вывозить возить а здесь надо видимо прием как-то организовать требуемое количество в секторе это склады это емкость то есть что на складах лежит окей это потреб требуемое количество ресурсов а это что это оно и есть правда складов пока нет импорт экспорт склад не шибко понятно как это работает сейчас будем разбираться но для начала здесь надо что-то понастроить конечно же начнем мы с цеха который бесплатен и малый склад один который бесплатен это будет склад разумеется железо сплавов а дорогу можно прокинуть бесплатно ну видимо я поставлю сначала склад цех а потом все остальное и как показывает практика одной дороги достаточно вокзал вокзал а где-то может не быть вокзалов что ли кстати насчет населения откуда куда переселение численность все это легко настраивается всего потеряли всего поприветствовали вот такие дела в общем это все они будут сейчас собирать медленно но верно мне нужно так сектор 2 счастливые почему из-за открытия нового сектора из-за того что прочность корпуса из-за того что экипажу негде спать ноль на станции более 250 вскрытых капсул хранится у нас сразу минус офигеть то есть вы очень хотите чтобы мы вскрыли и постоянные из-за гибели земли и так далее при этом прочность корпуса у нас в минус пошла ощутимо так мне срочно нужно будет здесь строить сначала что-то что поможет сохранить целостность корпуса непосредственно да здесь нужна будет столовая нужен будет цех 40 человек это 3 хаты а сколько скажите мне пожалуйста нужно для шлюза ВКД 9 рабочих здесь 12 должны уместиться а еще в столовой сколько-то человек должно работать 5 5 9 12 четверо на тут и еще склад парочка дофига ну и сектор это исторический момент для корпорации долос эмиссии текуна принято бонус к доверию 10% нейтральные счастливые причем нейтральные дают больше счастья чем те счастливые текуна ладно но тут идет разморозка мы народа наберем как раз у нас снизится количество капсул и еще один демотиватор уйдет здравоохранения нет работающих сооружений ну ладно разберем сейчас сейчас разберемся сначала нужно придумать все это дело как-то распланировать вот у нас вот эта дорога и вот эта дорога имеется эти будем считать заблокированными столовая кстати тоже бесплатно строится значит мы допустим ставим цех вот здесь в углу зачем нам этот цех прямо сейчас нам прямо сейчас склад а цех нужен чтобы дорогу строить как минимум как бы мне все это шлюз вкд будет здесь мы знаем что он 9 клеток 1 2 плюс 1 где-то здесь он блин ладно потом прикину голова работай соображай голова ну так же можно поворачивать цех склады жилье и все такое тут наверное будет дорога пущена или не будет она здесь пущена нафиг она не нужна 4 ладно ставим здесь я воткну склад железа протяну дорогу сюда и сюда чтобы эту дорогу построить мне нужны строители внезапно которых я поставлю вот здесь наверное или чё ли как это работает ну да ставим здесь строитель склад под под железо да все пошла дорога это они сделают сейчас начнут немножечко ресурсы собирать все пошла жара далее далее дорожку сюда сюда везде нужно дороги прокинуть чтобы весь хлам собрать отсюда а потом это дело перестроим уже по-человечески так так сюда 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 и вот сюда вроде все пусть занимаются на действительно есть еще один бесплатный склад и еще одна бесплатная столовая тогда давайте так сделаем столовый размер 4 на 6 4 на 6 вокруг столовой можно 24 хаты поставить ну две в ряд все это они стаскали убираем дорогу здесь склад с едой ставим уж эта автоматизация посмотрите что творится так поставили склад с едой и осталось столовую воткнуть как бы напрашивается вот так вот поставить как-нибудь столовую или вот так блин этот склад развернуть надо было но мы этого делать не будем мы знаем что нам вот эта дорога нужна вот это вот очень нужна да пожалуй вот так я сделаю вот это 4 на 4 я использую по назначению вот эта дорога же у меня не останется вот это вот все у меня не останется где буду ставить дома я планирую попробовать разместить вот видите вот столовой вот так вписывается удобно вот такой модуль то есть 4 хаты и столовая и того это получается 10 на 6 тут естественно такой модуль мы не разместим мы его можем вот тут уместить а здесь например линию складов оставить и прибавить какой-нибудь там не не знаю где нибудь какой-нибудь еще здесь шлюзы внизу будут прямо с этого угла пойдут шлюзы вот так столовую поставить здесь 4 хаты рядом тогда я могу вот это немножко переделать сразу же сходу столовая 4 дома плюс еще госпиталь тоже три на шесть четыре дома раз два три четыре здесь получается дорога пойдет вот так нафиг отсюда эту куда-нибудь сейчас прямо прокинем далее 4 дом 1 2 вот они соберут потом раз два три и вот здесь же сразу госпиталь вот так влезает вот в этот же самый модуль вот эту колбасу мы скорее всего закроем этим эту колбаску может быть стоило и в этом направлении пускать но нет не хочу здесь склады здесь вот эта хрень напрашивается возможно еще один склад она что для электроники там всего одна хатка с электроник мне ее не трогай пока оставляем вот это и нам нужно наладить пищу то есть нам нужно во втором секторе пища минимум как ее пульсануть экспорт выключаем в сектор она не плюсуется это что это активно не активно так первый сектор пища отправлять во второй вырубаем нафиг требуемое количество ресурсов для этого сектора я не могу увеличить что за фигня а это видимо минимум да вот 69 это что это импорт это минимум сверх которого можно отправлять в сектор все до меня наконец дошло например я ставлю сотку вот так сотку ставлю и они должны начать стаск да видите цифра к пища поехала где у меня склад с едой задачи нет задач нет задач тут еды пока нет экспорт выключен недавний импорт экспорт по нулям склад емкость требуемое количество ну там типа сотка на раздаче хотя бы 30 привозите о заработало нет задач нет задач но они тем не менее повезли еду все нормально едой мы их обеспечили столовая есть люди пищу разбирайте вот это вот это все разбирайте нам очень нужно будет час сталь и нам очень быстро надо апгрейдить чинить наш бедный многострадальный корпус станции чё как тут делишки по людям по людям самое главное 29 не работающих то есть я могу активировать да уже не могу подождем строители немного странные ну ладно ждем строителей в первую очередь эти дороги я снести надо я могу построить сначала новую да потом снести стали логично же это можно разобрать вот эту пятнашку все замайнили и ладно это фигня все это все фигня пусть стаскивают до строитель у меня совсем какой-то неправильный он поехал строить самые дальние самые ненужные части сектора застраивать пошел а людишки он пешочком что-то здесь гуляют что-то делают что вы пришли в мусоре покопаться что ли сюда как 5 дорогу не провел успеет да строитель медленно очень работает Но я бы не сказал, что они сильно страдают от того, что им здесь негде жить Так, чуть-чуть пострадывают Что с едой? 100% Да ладно, ровно 100% Подожди, а я не пере... Нет, пугался Я уж что-то испугался прям сильно Конкретно в этом секторе 52, 53, 54 Да, ресурс копится Все в порядке Это они все стаскают Дороги я пока не буду делать Вот это можно сносить Здесь закладываем мы жилой комплекс И госпиталь, сразу В эту сторону заправим Вот И как я уже и говорил Мы вот так вот закрываем этот квартал Пусть будет как получился Какой есть, такой есть Ага, строится все это дело потихонечку Энергии хватает Людей 19 рабочих Неработающих Ноль Почему? Секторе 33 Вот это таскайте Вот это таскайте Вот, да, у меня построилось Вот сюда Вот эту вот дорогу мы закончили И будет вообще все волшебно И получается И получается, что Натаскали тридцатку И все Здесь накапливается пища Здесь Тридцатка есть И нормально Они покушают И привезут еще еды И перевозится Достаточно легко Но важно иметь Какие-то перевалочные пункты В каждом секторе Некие транзитные Сектора Склады Чтобы можно было Это все туда-сюда Перетягивать Как я понимаю Иначе никак Че у вас тут? 216 Потихонечку Постепенно Достаю Корабли Чем заняты? Капсулы Кстати Отвезли все Лед Кремний Полимеры Полимеры Вы не возите Полимеры А теперь Железо Все дела Если чего Второй сектор Я подкину народ 420 капсул У меня из 500 Доставлено На Тикун Понял Рано Еще Слишком рано И вот Например Чтобы вот эти 5 электроники Мне доставить Вот на этот склад Мне по-любому Вот здесь Надо ставить Склад под электронику Разбивать Бред Бред Но Никуда не деваться От этого Все счастливые 40 рабочих Неработающих Ноль Как так? Как это работает Как это работает? Электроника Я пока Разобью на это дело Разбирайте Все Все Что видите В любой Последовательности Здесь надо Срочно Ставить Шлюз Здесь Надо поставить Все-таки Склад Электроники Он мне понадобится Для А Он мне не понадобится Мне понадобятся Полимеры Для Постройки Кораблей Но это Еще не скоро Полимеры Мне будут Нужны Не скоро Тем не менее Склад Я сюда Поставлю Просто Не знаю Чем его Занять Пока Чем его Занять Полимерами Электроникой Положите Пока Электронику Сюда Все равно Нужно Это Вывести Отсюда Отлично Сталюгу Таскают И вот здесь Можно уже Постепенно Приступать К Постройке Вот этого Монументального Сооружения Для этого Нам нужно Вот здесь Дорогу Альтернативную Проложить Повернуть Мы его Никак не можем Можем на эту Сторону Положить Можем на эту Я хочу На эту И у нас Тогда Здесь Остается Сколько Та 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 Семь Клеток Семь клеточек У нас Вот тут Остается Семь Это Семь на четыре Надо понимать Как-то Та 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 Но Этот Шлюз Здесь Максимально Оптимален И Я считаю Лучше Здесь Ничего Не Придумать И он Здесь Максимально Нужен Самое Главное 228 Постепенно Здесь Население Растет Вот Уже Можно Склады Более Менее Запускать Нормально Живем Сейчас Они Вот Это Построят Вообще Заживем Как Следует Так Полеть Электронику Нужно Короче В первом секторе Электронику Нужно Минимум Например 15 Отсюда Всю Вывести Под Ноль Да Все Поехала Электроника Отсюда 5 Написано 5 Так 0 Вся Здесь И мы Сразу Это Перепрофилируем Под Полимеры Электронику Выключаем В первом секторе Тоже Все Электронику Увезли Отлично Шлюз ВКД Сейчас Будет Готов И у нас И у нас Прочностью Проблемы Должны Будут Быть Решены Но Сюда Сюда Нужно Будет Еще И Завозить Сколько То Железа Давайте Сразу Настроим Первый Сектор Сплавы Ставим Сколько Сколько Надо А Они Потом Это Равняют Как Надо Видим Это Так Работает Блин Эти Дурики Вывезли Все Железо Нафиг С С С С С С С Ничего Сейчас Добуду И Все Будет Путем Так Эти Дороги Можно Ликвидировать И Думать Что Делать Здесь Дальше Вот Эта Дорога Вообще На самом Деле Не Нужна И Вот Кусочек Семь На Четыре Вообще Никуда Никак Я его Применить Не Могу Могу Поставить Один Склад И Одну Один Аккумулятор Как Вариант Еще По Населению Кстати Сверхурочных Нет Это Они Сейчас Достроят И Получается Все Будут Частливы Довольны Что Вот Так Вот Просто 29 5 Тут 15 Тут Этот Склад Можно Вырубить Сразу 10 14 19 24 24 33 Тут написано 24 Было до этого написано 19 Что-то прям капец тут не сходится На мой взгляд Это они сейчас вывезут Здесь постепенно Все накапливается Это что, заряд аккумулятора 3.7, здесь аккумуляторов нет Соответственно заряда нет Это сейчас достроится Что здесь у нас Как дела обстоят 239 тел И работа прекращена Да? 240 Алло Тормози Сооружение Лед Нужен склад для льда Склад для льда Причем льда дофига Там две сотни было Ну давайте поставим Складик Так, мы убедились Что одной дороги хватает Значит это можно Застраивать Нафиг И вот это вот все Надо будет переделать Как всегда Как мы любим Все круто Но переделаем Склад сюда И склад Сюда Пока поставлю Под льда Пусть строят Прочность корпуса Плюс 30 Ну все в порядке ВКД Плюс 30 Дает Плюс 70 Из-за условий труда Короче все в порядке Тут видите Даже прям четко Расписано Какой сектор Какие ништяки дает Ну че Здесь более-менее Все стабильно Все живы Все работают Следовательно Нам нужно подумать Над остыковочным Шлюзом 12 Тел У меня Доступно Блин Или я Или я что-то Неправильно понял Короче Мне во второй сектор Можно Размораживать людей Пункт назначения Сектор 2 Работающие Неработающие Максимальная численность 60 Сейчас проверим А тут 237 Подожди То есть он не довел Вот это до 240 Же написано Че за фигня Блин В космосе Троя А Ну все правильно Все логично 240 То есть он уперся И потолок Тут 40 пока Станет ли их больше 41 Станет здесь Или нет Пока не видно Или мне надо Переселение Вручную Наладить Пока нигде Никаких бездомных Нет На кто-то же Куда-то Обширный Обширный Опыт Грузовой Теперь Мещает О, какие Молодцы Вот это Как работает То есть Ребята Вкачались Грузовой Корабль Уровень 2 И Они теперь Вмещают в себя Чуть больше Льда И всего остального Молодцы Молодцы Да, это фигня Это фигня Мне больше интересно Че по населению 42 Да, начали сюда Люди приходить Прекрасно Шлюз для ВКД А в чем проблема Дороги нет Ой, какой ВКД Стыковочный Нужно здесь Ставить Че он так Умещается Серьезно И правда Дороги нет Это не проблема Впоследствии Можно будет Даже вот это Убрать Ставить Вот так Дорогу Чисто До Отсека Занимайтесь Пожалуйста 49 Доступно Надо Короче Пойти На Поверхность Станции И построить Панель Пожалуй Опа Здесь уже Электроника Нужна 49 Доступно Блин Одну Поставлю И все И хватит Ну тут Тоже Эксидент Случился Ну сейчас Справят Все в порядке Недостаточно Полимеров На ближайших Складах Так вы Отсюда Таскайте Насчет Складов Сектор Один Полимеры Ну где Где нибудь Штук 90 Полимеров Держите У себя А нифига Это работать Не будем Полтинник Полтинник Говорю Сектор 2 Полимеры Включаем Держим У себя 20 Чисто Навскидку Я потом Переделаю По нормальному Естественно Но Сверхурочные Да вы Издеваетесь Что случилось Какие Сверхурочные А Там народ Заболел Из-за Инцидента Народ Заболел И Из-за этого Проблемы И начались Склад электроники Можно А он мне нужен Или уже доставили Скорее всего доставили Нафиг Скорее всего Уже строят Да На это Можно Забить Электроника Мне нужна Будет Не электроника А Пелимеры Мне нужны Было Чтобы построить Корабль Здесь Хотя Может быть Можно Его Построить Здесь А Переназначить Тот Подсек Это возможно Ну сейчас Построят Там Разберемся Оптимально Стало Все Хорошо Замечательно Че по населению Дайте еще раз Проверим Здесь 240 тел Здесь 49 Постепенно Потихонечку Все это Растет Стабильность 9 Стабильность 0 Ну здесь Стабильность Очень высокая Временно Из-за Нового Сектора Давайте Вот это Вот Все Срань Уберем Отсюда Гулять Вам Негде Будет Конечно Ну извините Да Блин Вот Пока что Как-то так Все Идет стройка Сюда Ресурс Стаскивается 125 Видите Потолок И Больше Пока Мы Не даем То же Самое С полимерами Ну достроят Постепенно Все В порядке Жить будем 20 полимеров Натаскали 30 еды Натаскали То есть Более-менее Вот так Вот Можно Налаживать Жизнь В секторе Это Прекрасно Специализации Мы потом Займемся Говоря Все Все Нормально Нейтральная В смысле Стабильность Низкая Стабильность Текущая Минус Один Доверие Че Случилось Из-за того Что на станции Хранится Больше Из-за того Что Прочность Стоп-стоп-стоп-стоп Подождите Беда Слушай Беда Прям Получается Придется Все равно Втыкать Склад На Электронику Блин Сюда Его Что Ли Приткнуть Я Не знаю Потом Перестраивать Неохота Здесь Что-нибудь Еще Можно Оставить Понятно Что Криоцентр Да 7 на 5 И то Не лезет Может Тут Какие-нибудь Ячеистые Хаты Можно Будет Поставить Познай Придется Тут Построить Памятник Давайте Луноклизму Воткнем 7 на 7 Размер Кстати Можно Его Вот так Поставить И фигня Получится Да 2 на 2 Место Становится Вообще Никоим А хотя Почему У нас же Вот эта дорога Не обязательно Нужна То есть Можно будет Вот так Развернуть Его Да Или даже Вот так В этот угол Ткнуть Не Некрасиво Получится Некрасиво Я тогда Здесь все Перекрою Я думал Сюда Аккумулятор Воткнуть Памятник Йентот Мы сюда Не засунем И сюда Тоже Видите Он Очень Плохо Влезает Но Ставить Его Надо По-любому Как же Тут все Строится Неудобно Капец Просто Капец Как тут все Неудобно Делается В этой игре Просто От Перфекциониста Вот куда мне 7 на 7 Его девать Вот так Место Оставить Под два Склада 4 на 4 Вот эту Бандуру Сюда Втыкать Тоже Ни о чем Вот так Его втыкать Потом Переделывать Или Вот так Я хотел Здесь до конца Линию Протянуть Ну да Здесь по-любому Требуется Сквозная Дорога До Следующего Сектора И вот сюда Можно будет Склады Втыкать Где-нибудь Здесь будет Еда Производиться Памятник Жесть Как неудобно Здесь все Ну вот так Я его воткнул Если что Здесь дорогой Обойдем Какой-нибудь Потому что Снизу Хотелось бы Мне вот эти 8 ячеек Оставить Именно что Здесь ровно 8 И это Очень удобно 8 ячеек Удобно 7 Нифига Неудобно Ставим Ждем Че Что ж теперь Электроника Включаем Выключаем Нафиг Хотя Не важно Нужно Поставить 2 Здесь Включить Оставить 0 Тогда Они его Туда Перевезут 2 Просил Не хочет Почему нельзя 2 Поставить Хорошо 5 А ну типа Не построен Склад еще Построят Потом Да Блин Но у нас Как бы 240 57 Давайте Мы вот это Вырубим Хватит Пока Хватит Ждем Сталь Ждем Железо Все это Везут Все это Постепенно Плавится Вот как-то Так Это все Работает Че Скажете Пищи Мы не Успеем Не Ну Пищи У нас Хватает Пока Пищи Хватает Впритиручку В общем Ладно Всем Спасибище За просмотры Ставьте лайки Подписывайтесь На канал Вот это Вот все Пока Что Я буду Сегодняшнюю Серию Заканчивать Сегодняшнее Видео На сегодня Все Хватит Так Достаточно Много Сделали У меня Уже Просто Голова Взрывается Надо Будет Разобраться Со Вторым Сектором Со Стабильностью Со Всеми Делами Выяснить Че к чему Прочность Корпуса У нас Нормально Все Прочность Корпуса Пошла В плюс Железо У нас Плавится Но Пока Не особо Активно Ненужные Переполненные Склады Надо Выключать Не забывать А вот это Я забыл Включить Может поэтому Процесс Не шел Сектор 2 Две Штуки Не хочет Достроить Надо Склад Ну а там Чего Нибудь Мы Придумаем Как нам Дальше Жить У нас Энергии Довольно Таки Много Доступно Сейчас Я Вырубаю Чтобы Рабочие Места Не Расходовались Хотя У меня Их Запас Приличный Пускай Так Будет Полимеры Нужны Возможно Придется Запустить Фабрику Временно Но Для этого Надо Сюда Еще Углерода Натаскать Дел Много Дел Не в Поворот Чувствую Пора Приступать К монтажу Какому Никакому Пропускать Некоторые Части Игрового Процесса Потому что Сами Видите Очень Много Здесь Достаточно Однообразных Гриндов Близких К гринду Действий Ну и Увидимся В следующей Серии Всем пока Субтитры